Сегодня праздник у наших коллег-радийщиков. 124 года назад российский физик Александр Попов изобрел первый в мире радиоприемник. Спустя много лет это все еще один из самых популярных способов получения информации. Наши коллеги, журналисты радио «Комсомольская правда» Барнаул, сегодня рассказали нам, почему они не могут представить жизни без микрофона. Это самое интимное средство массовой информации. Говорят, что радио – это от души к душе идет информация. То есть не просто так, какие-то буковки, какая-то красивая картинка, а есть только голос, есть только образ, который складывается за этим голосом. Когда первый раз слушаю себя по радио, думаешь, блин, боже мой, это я, вот это я, выключите, быстро выключите это, больше никогда не включайте. Но чем дольше ты работаешь на радио, тем больше ты начинаешь любить себя, тем больше ты начинаешь любить свой голос и работать над собой. Это, наверное, самое важное в процессе этой работы над собой. Ты потом слушаешь себя уже через полгода, через год, и думаешь, блин, да, мне нравится, как я звучу, и в этом, наверное, определенный кайф. Радио позволяет себя чувствовать живой, ты разговариваешь с людьми, ты вещаешь. И это настолько затягивает, особенно когда там картина дня или картина недели, и ты выходишь и в студии, и общаешься с человеком, которого ты, в принципе, не видишь, а зачастую это в прямом эфире, то, конечно, какая-то дрожь по телу пробегает, но это дает адреналин. У многих есть автомобили, и по дороге на работу, в тренажерный зал или еще куда-то все включают радио, все слушают музыку, либо выпуск новостей, поэтому это будет актуально для людей. У нас ежедневные выпуски, выходят и программы, и новости. Новости выходят несколько раз в день, их рассказывают несколько корреспондентов, может, и один корреспондент рассказывает, но работа ведется постоянно. На радио тебя никто не видит, тебя только все слышат, и твой голос. Мне говорят, что, ну, в смысле, меня не узнают, они думают, что тут какой-то мужик, которому лет 40, а мне гораздо меньше, но все равно это клево. И еще меня называют Барнаульским Левитаном, это тоже классно. День радио – это праздник работников всех отраслей связи, ведь именно благодаря развитию радиосвязи образовалось наше современное информационное поле. И поэтому сегодня с праздником поздравляем мы не только наших коллег, радищиков и телевизионщиков, но также сотрудников почты, связистов и радиолюбителей. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова